Я рад вас приветствовать в нашем неинтеллектуальном клубе. Нужно вот что сказать, что в истории Дома Романовых было два ключевых момента, когда было понятно, что что-то не так, что произошли ключевые такие тектонические изменения, и так дальше продолжаться не можно. Значит, первая история случилась 1 марта 1881 года, когда народовольствие благополучно отправили на тот свет Александра II. Значит, произошло что? Произошло десакрализация власти. То есть, если до этого Николай I мог спокойно ходить по улице, по городу, по своему родному, и ни одна живая тварь не могла к нему приблизиться ближе, чем не знаю на сколько-нибудь метров, то тут вдруг выяснилось, что царя можно убить. И сделать это могут не жидорептилоиды, не агенты ЦРУ, а вполне себе русские люди, и даже дворяне, как, например, Софья Львовна Перовская, дочь бывшего губернатора города Петербурга, столицу Российской империи. И было еще второе, второе событие. Вот тут я вам, такой капитан очевидность, хочу задать вопрос, какое это событие, которое тоже пошатнул очень серьезно царский трон? Совершенно правильно. Крауц-Кресень, 9 января 1905 года, когда группа, в общем-то, мирно настроенных граждан, хотя там подогревалось это на последнем этапе всевозможными политическими партиями, у меня есть отдельная лекция об этом, можете посмотреть, отправилась к Зимнему дворцу. Вот я, когда вожу экскурсии по Петербургу, я всегда показываю инфраструктуру для революционного Петербурга. Она очень простая. Значит, сверху, с севера, все фабрики располагаются по Неве, снизу по обводному каналу. Соответственно, на Неве мосты разводятся, на обводном канале выставляются заслоны, и, в общем-то, город как бы фактически получается отрезан вот от этой нечисти всей пролетарской. Тот город, который тогда являлся основным ядром. Да, и что удивительно, если, допустим, вот у нас, когда мы говорим «кровавый», мы сразу представляем себя Николай Кровавый. И на самом деле, я никогда не думал, что мне придется это делать, но я и сегодня, и на следующей нашей лекции, которая будет посвящена Малечке и Нике, я буду заступаться за Николая Второго. Хотя он мне совершенно не симпатичен как правитель, но мне его по-человечески жалко, потому что его не подставил только ленивый за время его правления. И в первую очередь это касается его непосредственного окружения, его непосредственных родственников. Здесь мы переходим ко второй части маргизонского балета, к этой концепции, что была великая Россия с прекрасным царем, пришли злые большевики, скинули его и уничтожили. Значит, как мы знаем, что скинули царя не большевики, и даже не революционеры, скинули его аристократически буржуазно настроенные граждане. А вот уже потом, когда это все просто на земле валялось, вот пришли большевики, ну тут уже, как бы, понимаете, у кого больше воли к власти, тот и подобрал. Соответственно, вот эта вот концепция, она совершенно исключает почему-то участие представителей дома Романовых во всей этой катавасии. То есть считается, что, ну, это была такая дружная семья, как бы вот они там взявшись за ручки, за ручки ходили, водили хороводы, хотя их уже к 20 веку стало чуть больше, чем дофига. Как писал Сергей Ильич Витте, у нас великих князей развелось целое стадо. Отсюда, соответственно, закон, принятый Александром Третьим, который разграничивал права. То есть, чтобы было поменьше великих князей, появились князья, так называемые, князья императорской крови, что вызвало бурю негодования. Например, вот, ну я покажу где, соответственно, среди кого. И я вам хочу зачитать сейчас отрывок из книги, которую я постоянно цитирую. Я из собой не вез, ну, потому что зачем. Это книга воспоминаний Александра Герасимова, начальника Санкт-Петербургского охранного отделения. Не очень, конечно, точное, может быть, сравнение, но я всегда, чтобы было понятней простым людям, говорю, что это, в общем-то, начальник, шеф царского ФСБ. Что он пишет в своей книге, воспоминаниях, которые называются «На лезвие террористы» с террористами? Мне передавали, что государь хотел выйти к рабочему, но к этому решительно воспротивились его родственники во главе с великим князем Владимиром Александровичем. То есть суть в том, что царь, он ведь, на самом деле, в Петербурге-то и не жил практически. Он жил где? Либо в царском селе, либо в Петергофе. Соответственно, вот Плеве, например, грохнули, когда он возвращался, как раз, докладывая из Петергофа, возле Варшавского вокзала его убили. Столыпина они не могли убить, потому что он в итоге поселился в Зимнем дворце и отправлялся в Петергоф по воде. К нему просто не было доступа физического. Соответственно, царь хотел приехать к выйти, к рабочему. Но Владимир Александрович настоял, что этого не нужно делать. По их настоянию царь не поехал в Петербург из царского села, предоставив распоряжаться великому князю Владимиру Александровичу, который тогда был командующим войсками Петербургского военного округа. Именно Владимир Александрович руководил действиями войск в день Красного воскресенья. Полиция о планах военных властей не была осведомлена, поэтому-то и могли иметь место такие факты, как убийство войсками нескольких полицейских чиновников, которые сопровождали толпы рабочих. Значит, о чем идет речь? Речь идет о том, что в город наводнили войска. Происходило это планомерно, но ни чинной полиции, ни спецслужбы об этом оповещены не были. И действительно имело место быть, когда эти толпы рабочих шли вместе с сотрудниками полиции совершенно разного ранга, в основном низшего. И когда началась пальба... Привет, слушай, ну вот вы... Не-не-не, не окей. Вот есть место, вот там есть место, пробирайся. И есть еще стул. Я... Вот еще, возьмите стулья. Да. И в итоге было убито несколько чиновников полиции. Войсками. Почему это произошло? Потому что полиция не знала о том, что войска стоят в городе. Кто за это в ответе? Вот Герасимов пишет. Я хочу сказать, что это не воспоминание какого-нибудь там Льва Давидовича Троцкого, Владимира Ленина, или там представителей партии меньшиняков. Это пишет, в общем-то, человек, который охранял царский трон. Еще одна книга, которую я всегда всем настойчиво рекомендую, она выглядит вот так. Ковторин. Последний... Первый шаг, извините, катастрофе. Где человек просто по костям разобрал все, что тогда происходило. Со всех сторон. С привлечением огромного количества документов. Я вам хочу привести уже цитатку из этой книги, которая тоже вносит определенный окрас насчет того, о чем мы сегодня будем говорить. Корреспондент Дейли Телеграф Дилон сохранил для нас следующий рассказ одного придворного. Его Величество решил отменить гражданскую власть и вручить заботу о поддержании общественного порядка великому князю Владимиру, который очень начитан в истории Французской революции и не допустит никаких безумных послаблений. Он не впадет в те ошибки, в которые повинны были многие приближенные Людовика XVI. Он не обнаружил слабости. Он считает, что верным средством для извлечения народа от конституционных затей является, как вы думаете, что? Во-первых, зацените контекст. Излечение от конституционных затей. То есть то, что для нас сейчас, в общем-то, общим местом является, ну, конституция, да, от этого надо излечить. Посредством чего, как вы думаете? Посредством чего можно излечить от конституционных затей? Да, значит, посредством чего? Повешение сотни недовольных в присутствии их товарищей. Великому князю Владимиру представляется необычайный случай обнаружить свои способности государственного человека и наполеоновские качества. Обнаружить свои способности государственного человека и наполеоновские качества. И он ничуть не опасается за результат, что бы ни случилось, он будет укращать мятежный дух толпы, даже если бы ему пришлось для этого поставить все войска, которыми он располагает. Вот, проходите вот туда. Удивительная картина перед нами предстает. То есть, как бы о том, что вообще следует за насилием, почему-то в голову не приходит. Но это еще полбеды. Самое интересное, что если вы начнете копать информацию про Владимира Александровича, вы встретите что? То, о чем я буду дальше говорить, что он был, помимо всего прочего, он был президентом Академии художеств. Он действительно покровительствовал наукам, изобразительную, я имею в виду, искусству. Что он был очень образованный, что он был очень красивый, интеллектуальный, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Но след о кровавом воскресенье вы не встретите практически нигде. Ни в одном документальном фильме. Ни в какой-нибудь там экскурсии. Потому что, например, я перед Новым годом решил сделать себе подарок. Лично. Ну, имею право, в конце концов, да. И пошел я вот сюда. В принципе, я вожу тут экскурсии постоянно. Но я показываю этот дворец, откуда? Больше с миллионной. Это с Невы. Дворец великого князя Владимира Александровича. Построенный по проекту архитектора Рязанова. Архитектор Рязанов был одним из учеников Константина Тона, построившим в вашем прекрасном городе такие сооружения, как... Храм Христа Спасителя. Да, Храм Христа Спасителя, Большой Кремльский дворец, вокзал одинаковый и у вас, и у нас, у жителей Гнилых болот. Нео-ренессансный стиль. Тут трудились еще три его ученика. Я всегда умиляюсь, когда встречаю в своей книжке «Петербург немецких архитекторов» про то, что провозвестниками русского стиля в архитектуре явились три человека. Китнер, Шрётер и Гун. Да, то есть Иераним Китнер, соответственно, Виктор Шрётер. Гун придумал первый впервые в Петербурге треугольные эркеры. Есть такой дом возле Мариинского театра. Ну, не суть. Значит, дворец. Вот пошел я туда, в этот дворец, и там такая дама, благообразная, очень хорошая, на самом деле, искусствовод, что-то интересно рассказывала. Ну, естественно, со всеми этими придыханиями, охними, вздохами, воплями и прочее, прочее, прочее. Говорил слово «музей», да, из области пионера и клуб «Торпедо». И дальше меня поразило, что, например, там был, я об этом не знал, что там был, например, рояль из грушевого дерева. Я вот столяр по первому образованию. Я это грушевое дерево никогда в жизни не видел. То есть у нас там было красное дерево, карельские березы очень ценил, и шпон, да, и вот табуреточки облицовывал, до сих пор у меня дома стоят. Вот дуб, ну вот грушевое дерево, ну, кто бы мне сказал, а тут рояль. Я как бы не знаю, вот насколько Ваня это влияет на акустические свойства инструмента, хрен его знает, но как бы вот рояль из грушевого дерева. Дальше, соответственно, Рязанов не предусмотрел одной очень важной детали, которую, скорее всего, и не предусмотрели вы, когда делали ремонт в своих квартирах. Без чего не может обходиться ни один нормальный человек, когда он живет у себя в маленькой скромной квартирке. Прислуга, это понятно. Нет, я имею в виду помещение, ну, туалет уж, камон, ну. Бассейн, хорошее предположение. Висячий сад, ребята. Рязанов не предусмотрел висячего сада, поэтому супруга Владимира Александровича, Мария Павловна, о которой мы будем отдельно говорить, она, конечно, уже исправила эту ошибку в 1111 году, и там появился висячий сад. Потому что, если вдруг у вас в хруще вдруг нету висячего сада, срочно руки в брюки и как-то там ТСЖ, да, организовывайте на крыше, соответственно, висячий сад. Сколько комнат в этом дворце, как вы думаете? Предположение. 100. 100, хорошая цифра, мне нравится. 25. 70. 360. То есть он туда еще внутрь сидит. Он туда очень сильно внутрь. Значит, чтобы вы понимали, как бы, это дворцовая набережная, а параллельно идет улица Миллионная. То есть и все это переходит на дворцовую площадь. Соответственно, там, здесь это главный кластер, где происходит вся вот эта дворянская придворная история. С той стороны корпус, где живут прислуга. И там еще внутри конюшенный корпус, ну, потому что надо где-то лошадей читать. Это уже новодел? Ну, это новодел середины 19 века. То есть он предполагал, наверное, чтобы не было ничего в этом. Нет, вообще это здание построено на месте бывшего французского посольства. И именно сюда, кстати, за два часа до дуэли приходил Пушкин со своим секундантом Данзасом. Ну, не в это здание, которое стояло на его месте, да. Я не помню, как звали, значит, секундата со стороны Дантеса, поверенный этот атташе при французском посольстве. Вот они сюда приходили, на это самое место. Потом его снесли, и вот великому князю Владимиру Александровичу, значит, местечко. Ну, там не у одного его местечка, там было еще местечко вот у этого парня, Михаила Николаевича, но о нем мы сейчас еще поговорим отдельно. Вот внутреннее убранство. Он характерен тем, что он абсолютно эклектичен. То есть там чего только нет. Там есть неоренессансное, Лулюдовик 16, русский стиль, такое, сякое, пятое, десятое. В общем, гуляешь. Да, это парадная лестница, собственно. Палафон, кстати, и вообще очень много там писал художник Верещагин, на секундочку. Да. Вот. Ну, это еще не так богато. Это еще так, по-скромному, на самом деле. Неужели ты себе не сделал такой бадуар дома? Сусальная пошлость. А? Сусальная пошлость? Ты ничего не понимаешь в ликокняжеских затеях, на самом деле. 360 комнат, сэр. Там сейчас Дом ученых располагается, и они, конечно, берегают все интерьеры. То есть он в идеальном практически состоянии, дворец пребывает. Сусальная, Дом ученых. А? Соснули, Дом зданий. В бывших конюшнях. Вот отлично совершенно дубовые. Все-все покрыто дубом. Абсолютно весь. Весь покрытый дубом. Абсолютно весь. Остров невезения в доме этом есть. Соответственно, вот такой дворец у него был. И здесь нам придется сейчас немножко понасиловать мозги насчет нашего пасьянца. Это у нас Александр Второй. Да? Дальше. У него было много сыновей. Но мы сейчас говорим пока про некоторых. Ну, понятно, что Александр Третий, который всю эту великокняжескую братью в баранье Рог свернул. Его сын Владимир Александрович. Я еще покажу его портреты здесь. Владимир Александрович, у него была жена Мария Павловна, принцесса Шверинская. И вот у них три сына. Это крайне важно. Значит, Борис, Кирилл и Андрей. Почему важно? Потому что Кирилл потом себя поразгласил императором в Европе. И вот эти вот Кирилловичи, соответственно, которые бодались с Николаевичами. В общем, все такое прочее. Вот от него, от него, от него. Сначала был Владимир Кириллович, потом Мария Владимировна, потом совсем какой-то очень интересный персонаж. Похожий на одного из продюсеров Comedy Club. Они там все армяне, как бы. Не, на самом деле, я же не знаю. Может быть, в принципе, очень достойные люди. Кто же мы знаем? Я с ними чай не пил. А по тому, как человек все-таки говорит, не всегда можно сказать, что там за фасадом. Я вот, например, хороший, а на самом деле большой, знаете, сволочь, как выясняется. Поэтому все обманчиво в этом мире. Дальше. Что важно. У Александра Тетева была сестра. Вот она. Значит, которая... Ой, это я не сюда пошел. Которая вышла замуж за сына английской королевы Виктории II, Альберта. У них родилась, соответственно, ну, помимо всего прочего, дочерь. Вот она. Виктория Мелита. Которая вышла замуж вот за этого человека. Который тоже, на самом деле, происходил от королевы Виктории. Он был дочерью... Он был дочерью... Пфу, дочерью. Он был сыном Алисы. Ее, соответственно, дочери. И у этой Алисы были еще несколько дочерей. Елизавета и тоже Алисы. Елизавета Федоровна и Александра Федоровна. То есть, это брат нашей последней императрицы Александра Федоровны. Да. А она, соответственно, происходит вот так вот. То есть, видите, как все тесно сплетается. Вы, конечно, все равно сейчас там у вас немножко кисель в голове. У них там все близко родственные браки. Потому что, например, этот сын уже Кирилла Владимировича, он реально... Он был... Кем там, получается? Правнуком и по матушке, и по папушке. Папушке, по папочке Александру Второму. Береги князь Владимир Александрович. Давайте мы на него уже посмотрим в нормальном виде. Вот он в молодости. Прекрасный во всех отношениях человек. Ну, естественно, он стал при рождении шефом Драгунского полка. Это была нормальная история. Вы рождаетесь, вы уже там, соответственно, в чинах и званиях. В этом, на самом деле, ничего там неудивительного, не свежеестественного нет. Это была нормальная практика. Рос, рос, рос. Я не буду подробно останавливаться на его биографии. Потому что она, на самом деле, как бы, в отличие от... Даже биографии его брата, Александра Третьего, она не такая яркая. До момента вступления его в определенные должности и женитьбы. Вот это он же. Вот это он еще без баков. Честно говоря, немножко похож на Пржевальского. У нас есть такой... А через Пржевальского другого персонажа. У нас есть такой памятник в Петербурге возле Адмиралтейства. И возле него все время туристы спрашивают, почему Сталин с верблюдом. Потому что там Пржевальский, вот он немножко просто... У него заостренный профиль. И внизу верблюд. Вылет реально из Иосифа Исарионовича. Вот он здесь, на самом деле, немножко похож на этого Пржевальского. И на Сталина похож, да? То есть, отсюда мы делаем вывод, что Сталин потомок Владимира Александровича. Правильно? Через Пржевальского. Мама у него была верблюд. И это та самая история, которую от нас скрывали все это время. Прошу... Прошу заметить, да. Едем дальше. Но тут он уже не похож. Тут он уже на такого... Это, ну, вы понимаете, да? Это Илья Ефимович Репин. Знаменитая картина заседания Государственного Совета, которая раньше висела в Мариинском дворце, построенном для... Марии Николаевны. О! Ну? Секта. Все. Ночью разбуди. Как от зубов оскакивает. Мария Николаевна и старшая дочерь Николая Первого. Сейчас у нас парламент тоже заседает. Петербургский. Она там висела. Сейчас она висит в Петербургском русском музее. Именно этот Государственный Совет мечтали взорвать все, кто только не хотел. И максималисты, и северный летучий боевой отряд. Вот они все мечтали его взорвать одним махом. Вот прекрасная фотография. Здесь Владимир Александрович стоит вот здесь. Это Ники. Это... Лев Толстой. Он. Лев Толстой. Чуть не спошлил. Это Николай... Господи, Михаил Николаевич. Это, кстати, портрет Кисти Серова. Почему я его сюда повесил. Это Михаил Николаевич стоит в обнимку с Марией Павловной, супругой Владимира Александровича. Не Павлович. Нет, Михаил Николаевич. Михаил Павлович, это был другой. Это, который Мишенька, младший брат. Ему русский музей как раз построен. Ну, в смысле, там не русский музей, он Михаиловский дворец. Это потом... Скромные, видите, апартаменты были. Был дом, а стал музей. В котором заблудиться можно иногда. Ну, я так, конечно, утрирую. Это не Лувр, да? Там сложно заблудиться. Вот этот человек, про него еще пару слов скажем. Это Павел Александрович. Это еще один брат Александра Третьего. В общем, короче, какая у нас получается история? У Александра Второго был старший сын Никс, который умер в Ницце. И поэтому наследником стал Александр Третий, которого к этому не готовили. У Александра Третьего, соответственно, старший сын Александра, который умер в младенчестве. Потом идет Николай. Будущий Николай Второй. И еще у него несколько сыновей. Значит, Георгий, который умер тоже, но не в младенчестве, но просто умер. И дальше идет Михаил Александрович. Соответственно, получив, что Георгий умер, Михаил Александрович завел интрижку в 1907 году И это грозило тем, что он женится и потеряет права на престол И он таки это сделал в 1912 году, и Николай II был разосадан И что у нас получается? Что следующий, next in line, получается потомки великого князя Владимира Александровича А старшенький у них был Кирилл И, в общем-то, уже варианты престола наследия были вполне себе осязаемы Но, как обычно, есть масса нюансов, о которых мы сейчас будем говорить Да, и Павел Александрович тоже завел интрижку И тоже там с госпожой фон Пистелькорс она была Родила при этом четырех детей Ну, я покажу сейчас Но я сейчас вам покажу и поймете, почему Павел Александрович Ну, у Павла Александровича там другая ситуация Он был женат на греческой принцессе, и она умерла И он 10 лет ждал-ждал, ну, мужик, взрослый, красивый, великий князь Ну, че, ну, имеет право, в конце концов, да? Ну, вот это вечная история, что жениться по любви не может ни один король При этом он не на Белошвейке, на какой-нибудь, да? С Невского проспекта, нет, он выбрал себе фон Пистелькорс Да, то есть, как бы Но вот она была, проблема в том, что она была разведенка С четырьмя детьми, а тогда это было, ну, не комильфо Короче, вот чем вот все они подпадали, да? Сергея Александровича, ну, то есть, всех братьев Сергея Александровича убили в Москве Алексей Александрович, князь Сусимский Ну, ему вообще, как бы все, вообще тринь-трава, да? Он там в Париже со своими балеринами там занимается То есть, и в итоге, да, вот эта вся линия отпала Здесь вся линия отпадает, остаются Владимировичи, понимаете? Прямые наследники на престол Мария Павловна Владимир Александрович Это брат Николая Николаевича-младшего, Петр Николаевич А это как раз Михаил Александрович стоит Так Не знаю, день рождения лошади Ну, я не знаю, честно скажу, где это сделано Ну, там-то, знаете, там столько было событий на самом деле Там скачки, парады, смотры, визиты официальные такие Визиты официальные сяки, балы и так далее Про балы, кстати, сейчас скажу еще пару слов Вот семья Владимира Александровича и Марии Павловны, да Вот его три сына Вот они тут у меня висят Борис, Кирилл и Андрей Про Андрей будем говорить очень подробно на следующей лекции Потому что это был главный приз мальчика Кшесинской в итоге, да Андрей Владимирович, великий князь Мария Павловна и дочь их Елена, соответственно Так, секундочку А это не в молодости еще Вот счастливый семейство Он уже начинает обрастать браками Баками Все, короче, туши свет Вот даже есть такая картина, я не знал, нашел Это он на охоте еще молодой Видите, с такой красивой борзой И вот, вот он Загоняет для него волка Вот, волк несчастный бежит И вот собачки его преследуют В общем-то, сейчас будет та-та-та Ну и кое-какие Это единственный источник, который, ну, как-то может быть ангажирован Потому что это Игнатьев, 50 лет в строю И, соответственно, он писал это в советское время Понятно Но тут он пишет, что Волокомандующим Петербургским округом Великому князю Владимиру Александровичу Частенько исполосил, несмотря на выпиваемую ежедневно Перед сном бутылку шампанского Ну, опять-таки Ну, мы, ну, мы, ну, не знаю Это же все слухи, да? То есть он же там стечку не держал Он его спать не укладывал Поэтому, может быть, он и выпивал Перед сном бутылку шампанского Когда это не считалось Да А может быть, он и не выпивал Ну, в принципе, когда у тебя 360 комнат В принципе, ты можешь Сныкаться В каждой позаначке Такой квест такой для гостей Найди бренди Во дворце Пару слов про, соответственно Его должность на посту Председателя Президента Академии Художеств У нас есть такой искусствовед Исаченко Алерий Георгиевич В Москве Что ж такое-то В Петербурге, на самом деле Он не просто искусствовед Он архитектор И художник И все такое прочее Есть книжка Я ее не вез с собой Потому что я вам сейчас покажу Как она выглядит Вот это скрин Из одного из фильмов Про архитектора Барновского Из серии Красусья Град Петров Я настоятельно рекомендую вам Эту серию Она совершенно потрясающая И великолепна Во всех отношениях Это Таратынова Это директриса ГМЗ Всея царского села Государственного музея-заповедник И у нее Лежит одна-единственная книжка на столе Вот она Зодчий Санкт-Петербурга Ну, в общем Увидел я ее Потому что она у меня была И потому что там есть Статья про этого Барановского Которая Одним из авторов Является как раз Таратынова Но также там есть Статья про Рязанова За авторство Вот этого Замечательного Нашего специалиста И надо сказать Что он не Как бы сказать Не Из коммунистической партии Он не Значит Нет Не член Ватно-патриотического общества Тем не менее В этой книжке Откуда я знаю Про 360 комнат Про Про три лифта Которые там были Они назывались Подъемные машины Для людей Отдельный лифт Для одежды Отдельный лифт И отдельный лифт Для дров И продуктов Чтобы это все не смешивалось Чтобы дрова и продукты Вот эта челядь Она отдельно это все Поставляла Как вы знаете У вас в Москве Нет слова Парадные А у нас есть В Петербурге Потому что У нас во многих домах Два подъезда Парадный С чисто Даже есть такое Секторение у Некрасова Парадный подъезд У парадного подъезда И черный вход Это чтобы вот это все Зеленщики Мясники Трубочисты И прочее Чтобы своими харями Значит не поганили Фасад Чтобы они оттуда заходили Так вот он в этой книжке Пишет о том Что На самом деле Владимир Александрович Играл Ну негативную роль В управлении Академии художеств И никто о нем Не оставил Ни одного доброго слова Но тут он лукавит На самом деле Оставляли добрые слова И потом он пишет Что когда он умер Ему на Наследовала На этом посту президента Его супруга Мария Павловна Такой же в кавычках Он говорит Специалист Как и она Опять таки Хочу сказать Что я специально Вам не привожу Источники революционного характера То есть Чтобы ну вы понимали Что я не Не передергиваю факты Да Я вам привожу Нейтральные источники Вот из этой книжки Она скажет Что эта книжка культовая Вот в этой среде Она не случайно И сюда положила Эту книжку Потому что Те кто знают Те поймут Вот Это Сборник лучших Искусствовических статей Про архитекторов Начиная Петербурга Начиная с начала 19 века Очень подробная Они все разные Эти статьи Есть скучные Есть нескучные Но тем не менее По крайней мере Оттуда можно смело Дергать факты Они проверены Перепроверены Это Практически научные работы И тут начинается Очень интересная история Связанная с Уже небезызвестным нам Ильей Ефимович Репиным Во дворце У Владимира Александровича Висела картина Заказанная ему Репина Как вы думаете Какая? Неужели Иван Грозный И сын Ивановича Уже попозже На такой он не решился бы Бурлаки на Волге Ребята Вот кто бы мог поверить Да То есть Владимир Александрович Несмотря на то Что он Как бы был Вот Владелец 360 комнат У него еще Ну естественно Дворец в Петергофе Конечно же Все такое прочее Тем не менее Вот Как пишет Репин про него Владимир Александрович Был Он тогда еще был Вице-президентом Потому что президент Когда Репин там учился Потому что президентша Была как раз Мария Николаевна Старшая дочь Николая Первого Частенько посещал Нашу Значит Академию Не здесь Вот Великий княж Владимир Александрович Был моложе меня На два года Красавец Со звонким Чарующим голосом Я восхищался им в душе Особенно потому что Он сильно напоминал Мне двоюродного брата Ваню Бочарова А дальше он пишет Что за Ваней Бочаровой Бегали все девчонки Значит в округе И дальше Происходит следующая сцена Что Пришел Владимир Александрович Увидел эскиз Бурлаков И он пишет Вот этот Сейчас же начинаете Обрабатывать для меня Сказал он ему Репину Разумеется Я был как в бреду И меня поразило Как он сразу становился На бурлаках Тянущих лямку Бла-бла-бла Репин был в восторге Дальше его конечно Мочили за этих бурлаков Вот он в Париже говорит Что он приехал Там такой художник Боголюбов И ему говорят Небезрогнее Ах ведь Вы знаменитый Слыхали-слыхали Вы там написали Каких-то рыбаков Как же-ш как же Дальше пишет Некий министр пути Сообщения Зеленой Ну скажите ради бога Какая нелегкая Вас дернула писать Эту нелепую картину Вы должно быть поляк Если вы помните Какой вопрос задал Александр второй Когда впервые на него Покусился Каракузов Ты поляк Потому что русский человек Он не может Позорить отчизну Ни Российскую империю Ни Советский Союз Ни современную Россию И коли вы что-то говорите Находите какие-то изъяны Вы явно Ну в данном случае Уже не поляк А какой-нибудь гей-пин-дос Ну однозначно Потому что русский человек Не может написать Такую картины Да ведь это же Допотопный способ транспортов Много уже сведен к нулю А Репин сам его увидел Это вот опять-таки Моя история Ты прям вот приехал Снял Показал Рассказал Говорит Это все трендеж Вы все врете Вот как бы Вот дядя Вася Рассказывает совершенно иное Все Ну окей Ладно Я засунул свои глаза В карманы И перестану ими смотреть Будешь на окружающий мир Ну и так далее И он пишет Что мог ли я им сказать Что эта картина Была заказана Вообще-то великим князем Владимир Александровичем Этим людям Он естественно этого не сказал Дальше Репин пишет про то Что Картина между тем В то время Висела уже в бильярдной комнате И великий князь Постоянно жаловался Потому что Выставки у него Постоянно картину снимают На выставки отводят Да То есть к нему приходит Вот эти Дворец И говорит Можно вот это Вот Он говорит Ну Ну говорит Давайте Но ему повезло Хотя бы Репин не дописал Ну что Если вы знаете Я рассказывал На экскурсе Что Репин Дописывал Картины В Третьяковке И когда Третьякову об этом сказали Он строго-настрого запретил И Репин все равно Умудрился нарушить Этот запрет И как-то Он пришел И видит Он опять что-то там Дорисовывает Свою картину Свои Усики к Джоконде Прерисовывали Как звали этого Художника французского Который впервые Усики прерисовал Забыл Из этих Из дадаистов По-моему Не-не-не Не Дали Не Дали Вы что Нет Дали не француз Дали все-таки испанец Забыл Ну в общем Погуглите Был Человек Который прославился тем Что прерисовал Прерисовал Усики к Джоконде Да Вот Как поздно я родился Да Да Я бы Я бы стал звездой Гораздо раньше Я в принципе Не только Джоконде Усики И не только Усики Все то Что я занимался Там в третьем Четвертом классе Когда В букварях Там знаете Я бы был звездой Сериализма Дадаизма И всех остальных Изм Ну тут он пишет Про то Что было принято Вот Достоевский Федор Михайлов Достоевский Удостоил картину Весьма лестного Отзыва в своем Дневнике писателя То есть Соответственно Грубо говоря Топ-блогер Рассказал О тебе И соответственно Слава пошла А дальше Начинается история Она конечно Не столько Про Владимира Александровича Но она По касательно К нему Относится Но она Показывает ситуацию Совершенно с другой стороны И тоже я когда нарывал Эту информацию С удивлением Ее нашел Письмо Репина Третьякову Значит Он пишет Что сообщу вам Интересное новое Сегодня я знал Что картина мою Можно отстранить От великого князя То есть Великий князь Ее заказал А Репин Каким-то образом Хочет Этот заказ Уже у него Забрать Как я не знаю Ну как ты Откажешь Великому князю Путин Тебе приходит И говорит Хорошая картина Ты говоришь Вы знаете Я вот Как бы Поклонник Варламова И Навального И пойду Продам Ее Гельфман Да у нас главный Кто у нас Пермита Организовал Музей Современного искусства Там Ну не важно Кому-нибудь Гельман Гельман Да Пройду Продам Гельману В общем Каким-то образом Он ее значит Отстранить Пытается Там А потом Мне теперь Необходимо Зачит С вашим словом Если вы заплатите Мне 4000 рублей Это чуть больше Чем дофига 4000 рублей По тем временам Ну правда Слазь Что он ее долго писал Это правда Он ее долго писал Долго работал Отличный дальше Пассаж Можно и размер Взять во внимание Если вы раздумаете То я обращусь К Солдатинкову Солдатинков Это еще один купец В Москве К сожалению Менее известен Чем Третьяков Кузьма Солдатинков Но тем не менее Он тоже Засобирал живопись И то есть Репин уже такой Легкий шантаж Начинается В принципе Как бы Если вы не купите Я Солдатинкову Предложу Владимир Александрович Уже пошел лесом Куда-то там Вдруг резко В принципе О нем речи не идет Ну тут он еще Начинает ему Куинджи втюхивать И так далее Едем дальше Великий князь По приезде Видел нас И нашей картиной Счастье Что-то бежит от меня Пишет он Ему кажется Понравилась моя картина То есть Если там он писал В своих воспоминаниях Что он был Вне себя от счастья То тут вдруг Оказывается Это несчастье Счастье от него бежит Потому что Великий князь Захотел эту картину Дальше больше Боголюбов Вот тот самый художник Приехал Дает ручательство Что Великий князь Сейчас же возьмет Картину как конч Вы знаете Как я не радуюсь Такой продаже Бедный Репин Представляете Как ему тяжко И не писал он потом Ни портрета Соответственно Александра Третьего Ни даже Этого Нашего Замечательного Клевия Да Уби Убиенного СССРами Ничего этого Он не делал Или писал Но не радовался И заседание Государственного совета Он тоже не сооружал Страдал Страдал Писал Но страдал Нет информации Сколько он получил Сколько ему Он планировал Получить Сколько ему обещал Князь Я не знаю Сколько он обещал Князь Но вот Третьякова Он пытался За 4 тысячи Запродать Соответственно Князь Наверное Заплатил Чуть меньше Но я вам еще раз Скажу Что 4 тысячи Это Ну блин Дом можно было Купить за 4 тысячи На самом деле Ну не в центре Петербурга Безусловно Но Как бы Где-нибудь На песках Или прочее То есть У вас за Москва Речи Дом за 4 тысячи Точно можно было купить Совершенно точно Это я знаю Потому что На Мясницкой Надежда Филаретовна Фон Мек Купила как раз В 1660-х годах Дом по-моему За 60 с чем-то тысяч рублей Дом на Мясницкой Соответственно Если вы хотите Просто Стандартный Такой Вполне Но короче Вот был Председателем Тем не менее Академии художеств Великий князь Владимир Александрович И вот у него И реально Висели эти бурлаки На Волге И вот он там Патронировал И так далее А дальше начинается История с его Дорожающей супругой Марии Павловной Вот она А нет Значит Сейчас речь не об этом Почему она Мария Павловна старшая Ну вообще На самом деле Была еще Мария Павловна В принципе Вообще дочь Павла Первого Про нее вообще Сейчас не говорим Да что ж такое-то Все исчезло Уйди Это Секундочку Краткое содержание Предыдущих серий Значит Помните Вот этого парня А его тут нет Павел Александрович Павел Александрович Это у нас кто Вспоминает Кто у нас Павел Александрович Да Брат Александра Третьего Сына Александра Второго Я прошу прощения Видите Просто поскольку У нас сегодня Все подставили То тут вот Все вот Вот так вот Павел Александрович Вот это он Со своей первой Супругой Греческой Принцессой У него было Два Детяти Два детяти У него было Официальных От нее Она умерла Вот это он же Да Мужчина С усами Вот это Известный портрет Тоже кисти серого Который Некоторые Роскоствоведно Называют Портрет лошади И Павла Александровича Но он на самом деле Взял какой-то приз На французской выставке То есть Это очень Знатая картина Он тут С этой вот Этой каской Вот этой парадной Кавалергарской В Керасе А вот это Соответственно Его вторая Получившая Потом Титул Княгини Полей По первому Мужу Эрих Фон Пистелькорс Его звали Она была соответственно Фон Пистелькорс Четырех детей Она родила Ну и посмотрите Ну вот Это после четырех детей Нет Это не фотошоп Это корсет Тогда еще Нет Там нет Конечно Мы умели Ретушировать И все такое Прочее Но не так Как сейчас Да То есть Ну это же Просто же Шикарнейшая Женщина Ну да Корсет Ну и че Ну да Корсет Да Жир не вырубается Да Одна прекрасная фея Будет смотреть Эту лекцию Я уверен Мы с ней общались Недавно И она иногда Надевала корсет Но я хочу сказать Что когда она снимала Я не разочаровывался Просто Да Она была совсем Вот такая Но потом Все было тоже Очень прекрасно Поэтому Я не знаю Я не думаю Что Павел Александрович Когда она снимала Корсет Говорит Фу Фу Ради чего Я это все сделал Нет Павел Александрович Не было балерин Ты знаешь На самом деле Павел Александрович Ну вот понимаете Ну мы конечно ржем Но я не вижу В этом ничего плохого То что Павел Александрович Женился Вторым браком После того Как 10 лет назад Умерла его первая супруга На женщине В общем-то Ну не последней Инстанции Да даже с последней инстанции Что с того Фильм Красотка Вот Роберт Или как его там Ричард Гир Там Все по-такой проще То есть Ну я не вижу в этом Ничего плохого То есть Я не говорю Что это плохо Но если Она снимала Корсет И он уходил Балерином Нет Ну ты уже Ты уже Ты уже Домыслиешь Нет Ну я не знаю Про балерин По крайней мере Вот в том плане В каком мы Привыкли Да Воспринял балерин Что это были Официальные фаворитки Грубо говоря Нет Такого у него не было Ему и не надо было У него было все хорошо С ним он на ней женился Вот его соответственно Тоже Жил в Европе Потерял все права На престол наследия Бла-бла-бла Так вот Я к чему Вот эти первые Два официальных Его ребенка Старшего Его здесь нет Звали Дмитрий Павлович Это будущий убийца Распутина А Вторую Звали тоже Мария Павловна Поэтому она Зовется младшая А супруга Владимира Александровича Зовется Мария Павловна Старшая Вот это дочь Павла Александровича Она И вот еще более Такая Это Это Да Именно они Были в карете То есть Тут еще Контрольный выстрел В голову Когда Павел Александрович С этой фон Пистоликорс Начал шуровать Их отдали На воспитание К брату Сергею Александровичу Который был женат На Елизавете Федоровне И здесь В Москве Когда первый раз Каляев покушался Они ехали из Кремля В Большой театр И он не бросил бомбу Вот там в карете Как раз сидели Эти два ребенка И Каляев их пожалел Но их И заодно Елизавета Федоровна И второй раз Он уже бросил бомбу Когда видел Что Сергей Александрович Был один Это было уже На территории Кремля Там сейчас крест поставлен Восстановлен точнее Видите как все очень Да А потом Дмитрий Павлович Из-за того Что он был убийцей Распутина Его выслали на юг И он избежал Всех репрессий Большевистских Потому что Если он тут остался Совершенно точно бы А он был такой Мачо Может быть Про него даже Отдельную Сделаем лекцию Потому что у него была Очень интересная судьба Он даже Под полтос Когда Он сидит И вот такой Взгляд Андриана Челентана Просто вот такой Ну реально Вот такой вот Мужчина Он не был Именно красавец Красавец Вот такой вот Брутал Харизматичный А вот соответственно Супруга Это портрет Вот здесь висит Портрет Кисти Кустодиева Почему его иногда Показывают Потому что она тут Со своей тиарой Во вся В этих Драгоценных Побрякушках И Это важно Потому что Она умудрилась Потом вывести Большую часть Своих драгоценностей Из России Да А ну вот Это Мария Павловна Вот более просто Симпатичная фотография Ее Видите Вот это Мария Павловна Соответственно Жена Владимира Александровича Со своей тиарой Посмотрите Ну это вот сейчас У нас колоризируют Да Красят Многие фотографии Старые Умельцы Посмотрите на этот взгляд И вообще на этот Волевой Профиль Наталью Да Вот кто куда Вот Мужики Наталью Сразу смотрят Но знаешь Как в троиотряде пели У бегемота Нету талии Он не умеет танцевать Его по морде Били чайником Его по морде Били чайником И научили танцевать Такая не гид Я притворяюсь Я сегодня сделал пост Да Про то Как я могу водить В футболках Экскурсии По летнему саду Да Лазать на памятники Оскверня Всячески И вообще Ты быдло Ты в курсе Да Веща исключительные Для быдла Извините За автоп Я тут снял Выпуск Про Эрмитаж И этот выпуск Попал У меня просто Ну Фактически Патронирует Свою знакомую Она из Донецка И Она хочет стать Гидом Переводчиком И мне кажется У нее потенциала Больше чем у некоторых Уже состоявшихся Гидов Переводчиков Потому что там Два высших образования Прекрасные знания Она постоянно У меня книжки тягает Всякие хорошие Правильные И вот Эрмитаж Просто задрал Цену До сорока с чем-то тысяч Ну например Для нее это ну Дофига Она там сейчас Выплачивает ипотеку И прочее Я вот сделал выпуск И он попал Она мне Я сам Только в этой группе Состою Там есть ветка Где они обсуждают Я в этой ветке Не состою Но она мне скинула Несколько комментариев По поводу моего видео Значит там Мнения разделились Я первая часть Я называю Обычно Это еще назвал В своей Журналистской деятельности Профессиональные профессионалы Это когда ты умнее Образованнее Культурней Чем этот типок В футболке Но почему-то Как бы Это ты его комментируешь А не он тебе Вот очень странно И это очень обидно Потому что Ты-то как бы Знаешь больше Ты сделаешь лучше И у тебя манера Более такие правильные И вообще ты более культурный Слово жопы Ты никогда не скажешь И шнур По твоему мнению Вообще последний даун Как бы Хотя шнур Как мне кажется На самом деле Ну в жизни Помудрее будет Всех этих гидов Местерзятых А вторая часть Да Вот адекватная Которая скажет Так что все правильно сказал Жлобы работают Ну не все Не все некоторые Действительно в Эрмитаже Там есть реально Жлобы в юбках Но тем не менее Короче возвращаемся Видите Какой профиль Какой взгляд Ну Италия Да Для пацанов Это воспоминания Воейкова Он был Генералом-майором Свиты Его Величества Что он пишет Некоторые члены Императорской фамилии В особенности Великая княгиня Мария Павловна Старшая И великий княж Николай Михайлович О нем Поговорим отдельно Потом Старались Возбудить мнение Высшего общества Против государя В защиту Якобы обиженного Князя Дмитрия Павловича Это уже Пост убийства Распутина То есть Грубо говоря Великая княгиня Мария Павловна Устраивала Пиар Компания Что она Великой княгиня Мария Павловна Прощаясь Перед отъездом В Кисловодск Это она уже бежит В семнадцатом году С генералом Б Получившим новое значение В Крыму Сказала Вас я увижу Так как предполагаю Вернуться в Петроград Через Симферополь В Петроград же Вернусь только тогда Когда все здесь Будет кончено Напоминаю Что царская семья Уже под арестом Что значит Все будет кончено Вот возникает Логичный вопрос Это как бы Как Сбудется мечта Убрать Или как бы Что Это воспоминание Из Игнатьева Где он пишет Это конечно сплетня Сплетня Но она Вот Присутствует В воспоминаниях Что у них там был Некий такой Дяденька Николаев Его полку Дяденька Николаев Вот мне очень нравится Его характеристикой Кроме красивой Парикмахерской внешности Он обладал Очень важным свойством Умением молчать И этим скрывать Не только свое полное Невежество Но и бедность Словарного запаса Так что мотайте На кавалергарский уз Да Что иногда лучше молчать Чем говорить Сойдете за умного Надо было завести Хороший роман С какой-нибудь Великосветской замужней дамой Вот видите Опять-таки Комильфо То есть ты В кавалергарском полку Тебе обязательно нужен Роман с Великосветской дамой Иначе ты не пацан Ну то есть Как бы Что-то с тобой неправильно А роман с Великосветской дамой Это целое мероприятие Во-первых Бабла Огромное количество Потому что ей надо дарить подарки И Конкретные Букеты только такие Значит Шубы только сяки Значит В театре ты должен сидеть Там не дальше пятого места Пятого ряда И так далее Там целый был набор условностей Я уж не говорю Потому что они пешком не могли ходить Просто Им никак Бриллианты на 8 марта Бриллианты на 8 марта Да И прочее А? Муж объелся груш Ну что муж? Муж Он же ее не замуж зовет Вы как дети Ебовы, а? Муж Придумали какое-то Странное Три слова Барышни Николаева не интересовали Так как трезвая расчетливость Отвращала его От каких бы то ни было Обязанностей Связанных с семейной жизнью Ему повезло И со свойственными Расчесанными Со своими расчесанными Надушенными усами Он одержал такую победу О которой даже мечтать не мог Он был внесен в список фаворитов Самой великой княгини Марии Павловны Пишет Игнатьев Ну опять таки Дело ясное Что дело темное Никто там со свечкой не стоял Но вот слухи такие ходили Игнатьев об этом пишет Масалов при дворе Последних трех императоров Характеризует Что великая княгини Мария Павловна Умная Образованная И любезная женщина Пишет он Да Это первая характеристика Дальше Не существовало в Петербурге Двора популярнее И влиятельнее Чем двор Великой княгини Марии Павловны Супруги Владимира Александровича То есть у них Вот этот дворец Он был просто Ну вот как бы Эпицентром Всей великосветской Тусни Она по происхождению Ну как и все они Из герцогства Этого Шверинского Значит Они все были немки Как правило Ну вот кроме датчанки Жены Александра Третьего Я уже объяснял Потому что немки Гораздо проще Конвертировались В православие И тут мы переходим К еще одному моменту Чтобы Жениться На наших парнях Нужно было перейти Православие Мария Павловна Не перешла Она осталась Ветеранкой И это уже Был как бы Звоночек Ну во первых Это надо иметь Яички Чтобы так поступить Ну то есть Серьезно То есть ты приезжаешь Из этого своего Герцогства В Российскую империю Одна шестая Планета Земля Суши я имею ввиду И вот ты так Вот себя ведешь То есть она не перешла А это соответственно Накладывало Отпечаток на что? На престолу Наследия ее детей Потому что в этом случае Они теряли это право Но ее это не волновало А детей покрестили Детей покрестили в православии Да Она потом Крестилась В 1908 году Но мы к этому Еще сейчас перейдем Тем не менее Двор был популярен Она говорит Что когда Александра Федоровна Вот эта Алиса попала сюда Вы живы Да еще нормально Все Великая княгиня Мария Павловна Женщина очень умная Властолюбивая Ну вы видели ее Да Взгляд этот Пожелала стать наперстницей Опекуншей государыни Но сразу получила Холодный решительный отпор Благодаря чему И стала неприязненно Относиться к императрице То есть у них Не задалось сразу же Вот с первого же момента То есть она решила Стать ментершей А та Понимала Что она императрица А не Мария Павловна И Мария Павловна Это Задело И тут Ну это вообще Какие-то бабские разборки Короче дворец в Ливадии Постройка нового дворца Ливадия Была подарена государям Императрице Что и значилось При въезде И выезде На особый столбах А Мария Павловна Туда заехала Не предупредив ее И императрица Александра Федоровна Соответственно Написала ей гневную телеграмму А та ей Она вот показывает Как вам нравится Эта дерзкая телеграмма А вот мой ответ Она показывает ее ответ Значит я прочел Длиннейший депеш И сказал Надеюсь что ваше высочество Еще не отправили ее Она сказала Нет я хотела Прежде с вами посоветоваться Он естественно Советовал ей Отправлять То есть Ну то есть там Было все вот просто Понимаете Вот Я на самом деле Думаю что Если убрать Ну надо сказать Что все Естественно Великие князья Великие княгини Они были Образованные Не так как я И даже не так как вы Хотя вы По сравнению со мной Вообще Как бы Хай-левел Да Но Я думаю что если убрать Весь этот великосветский лоск Если соответственно Поместить ее в контекст Современности И на передачу Какому-нибудь Соловьеву То там точно были бы Просто вот это Кудри Стаканы И вот это вот все Ах ты шмары То есть я Кошачья драка Это как вот Если смотри Ну или к Малахову Да Я там Да Я немножко там Не специалист в этих В этих замечательных телешоу Но То что я знаю из интернета В Блэк Миру Черном зеркале Там была отличная серия Где все друг другу лайки ставили Поэтому все вели себя Как прилежные Как только она это убрала Вот в финал Вот они в тюрьме И просто ругаются Наконец она Дорвалась до этого Да Дорвалась она Можешь себе позволить Вот это очень хорошая фотография Она мне кажется Демонстрирует все Тут вот это Когда не надо никаких слов Ну во-первых Посмотрите на прекрасное выражение Лица Александра Федоровна Да-да Вот Просто Взгляд Исполненный Да Здесь это просто Не знаю Моя учительница по ботанике Стоит Которая Сейчас она мне зарядит Сбучку за то Что я не сделал уроки Этот уже Аж за сердце хватается От происходящего Да-да-да Ну и Николай Второй Тоже немножко напряжен Как бы всем происходящим И уже думает Когда же этот Весь Бабий концерт Закончится Потому что Вот понимаете Как говорится Не надо никаких слов Я призвал бы вам Одну эту фотографию Показать и не зачитывать Никакие ее воспоминания Потому что Ну вот все Ясно Здесь просто Дальше Это уже Марис Палеолог Оставил Несколько книг Дневник посла Но здесь я цитирую Его Книгу Россия Перед Первой мировой войной Сазонов Это министр Соответственно Сказал мне однажды Вот кому бы быть У нас царицей Сначала она Пожалуй Была бы посредственна В этой роли Но затем Она вошла бы во вкус Освоилась бы С новыми обязанностями И постепенно Стала бы совершенствовать Речь идет о Марии Павловне То есть все понимали Что вот Кто настоящая царица Была бы И она себя таковой Позиционировала В этом плане Буквально Офтопчик небольшой Она очень сильно Ругалась Вот с этой девушкой Это была жена Ольга Федоровна Жена Михаила Николаевича Дворцы у них Располагаются В трех минутах ходьбы Просто И вот они там Тоже пикировались Постоянно Это против нее Та против нее А у нее Видите еще такая внешность У меня там нет конечно Фотографии Но Александр Третий Например Обвинял ее чуть ли не В еврейском происхождении Хотя это конечно Бред собачий Но Александр Третий Как вы знаете Очень любил жидов Да То есть как бы Но тем не менее Тем не менее Когда Сергей Ильич Витте Пришел к нему И сказал Что я хочу жениться На еврейке Разведенной Соответственно Александр Третий Сказал ему По мне Женитесь хоть на козе Лишь бы дело шло То есть вот Все таки Александр Третий Иногда включал мозги И поэтому Он умел разбираться В людях В отличие вот от его Сынули Николая Второго Который мало то Что в них не разбирался Так ему еще и везло Со всеми дядьями Братьями Двоюродными братьями Всем его окружением И так далее Было у него Всего-то два Выдающихся человека Витте И Сталайпин И те друг друга ненавидели Лютой ненавистью А второй Так вообще плохо кончил Вот она говорит На приеме Сядемте Все что мне сейчас Говорил Сазонов Ужасно Императрица сумасшедшая Государь слеп Ни он ни она Не видят Не хотят видеть Куда их влекут Ну на самом деле Отчасти она права То есть Я не про то что она сумасшедшая Про то что государь слеп Но опять таки Это показывает настроение В этой среде Чем хуже будут эти дела Тем больше получит влияние Александра Федоровна Потому что у нее действительно Настойчивая негомонная воля А у этой то конечно Ненастойчивая негомонная воля То есть Ну и в общем Вот такая Вот такая царит атмосфера И дальше Буквально пару слов Я не хочу Про этого человека говорить много Потому что Мы об этом поговорим отдельно Какая была еще одна причина Ненависти Марии Павловны К Николаю Второму И Александре Федоровне В частности Это конечно же Да Буквально еще вот скажу В этом дворце Был в 1883 году Проведен первый Костюмированный бал Они въявились там Все вот Разодеты В эти старые Тогда вот как раз была Мода Аля Рюси Да Аля Рюси Да По-французски Если вы говорите Рус это рыжий А Рюси это русский При этом естественно Все эти люди Как правило Общались по-французски Потом начала Мода на Какой язык Возникать На английский Да И на самом деле Александра Федоровна Кстати была нифига не немка Она была больше англичанка Переписывалась со своим Супругом Она на английском языке Да И эти письма кстати Есть в интернете У меня там есть Несколько скринов Я их покажу потом На другой лекции Вот это Владимир Александрович Со своей супругой С того балла Фотография Видите В их дворце И потом Эта мода Пошла 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 Они ее ввели И это уже Бал 94 года Это вот Сандро Один из великих князей Который мы отдельно Поговорим Со своей женой Ксенией Тоже великой княгиней А это уже Бал 1903 года Это та же самая Ксения Но просто Здесь видно Представляете Сколько вот эти Костюмы стоили Да Это же все Вот прямо А сколько они весили Да Сколько стоили Сколько весили Посмотрите Опять-таки Какое счастливое выражение У Александра Федоровны Вот Просто Она Вот Радуется жизни Наслаждается Происходящим вокруг Вот У человека Костюм Она сейчас будет танцевать И вот видите Какая радость На лице У какого года Это 1903 год Уже были бы Снимки Не надо было попасть Совсем Да Сына еще не было Вот это тоже Задали тон Эту моду ввели Во дворце Великого князя Владимира Александровича Ну и соответственно В финале Что я вам хочу сказать Я вам хочу сказать Буквально пару слов Про Сына Кирилла Кирилл Значит Вот у меня даже тут В таком виде есть Был старший сын Но он умер Вот Соответственно Она мнила Что Кирилл Владимирович Станет императором Ну после всего того Что я рассказал И она подбирала ему На самом деле Как бы Пассию И потом случилось то Что Кирилл Он Значит Вот у этих людей Буквально вкратце У них была следующая история Виктория Мелита Так названа Потому что Она Родилась на Мальте Мелита Это Одно из названий Мальты Острова Ее прозвали Даки Очень многие ошибочно говорят Что Даки Это уточка Ну типа Паппи Китти На самом деле Даки Это милашка Солнышко Очаровашка Вот все такое Ну даже вот Товарищ Баханов Вот в этой В принципе Очень хорошей книжке Но Баханов Он такой Он Пишет очень хорошо И излагает очень хорошо У него манера Знаете Он такой Вальяжностью Немножко напоминает Никиту Сергеевича Михалкова Ну в хорошем плане Все таки Мы не откажем же Никите Сергеевича Михалкова Харизме определенной Она у него присутствует И тем более Я тут пересматривал Фильм Собака Баскера Вели И я хочу сказать Что это гениальное кино И Михалков там Просто шедеврален Да Хотя он и пытался Значит Тянуть одеяло на себя У режиссера В какой-то момент Но в итоге Сняли хороший фильм Так вот Он тоже говорит Что Даки Это уточка Но это не уточка У них Значит две версии есть Первая версия Бахановская Ну и не только Бахановская Она заключается в том Что она Тратила много денег У них было двое детей Две дочки Одна умерла сразу Вторая умерла потом Она тратила много денег Вела себя не очень хорошо Этому не нравилось Потому что это немец Ну немцы понимаете Все прижимистые Трррля И в общем Короче у них не было Счастья в семье И они В итоге развелись Это вообще Неслыханный случай Да В королевской Царской семье Европейской И Американский Историк Салливан Пишет Что как-то раз Она пришла И увидела Его лежащим С мальчиком С лугой Ну и потом Соответственно Она сказала Что вообще Никто теперь Не застрахован В этом доме Ни конюх Ни лакей Вообще То есть Все они Значит Вот Ну а когда Служанка Не застрахована Это нормально? Ну мы же с вами Папа Мы же знаем Что баба Не человек Ну в девятнадцатом веке Чего Чего об этом париться? За чего она Выступала Ну Даки Выступала И надо было Развестись Значит Салливан Об этом пишет И он пишет Что на самом деле В общем-то Главным виновником Был он В итоге Они развелись Баханов Отверждает Что на самом деле Они развелись Вот потому что Она тратила деньги И вот эту сплетню Про то что Ее муж Гомосексуал Правильно Гомосексуал Сейчас уже Наш толерантный век Пустила Как раз Мария Павловна Из своего дворца Потому что Кирилл Владимирович Очень мечтал На ней жениться А Николай Второй Был против Был против И Кирилл Владимирович Спрашивал его О том Можно ли мне Жениться На ней А Николай Второй Ему запретил Строго-настрого И Кирилл Владимирович Ему пообещал Он дал клятву Что он не будет На ней жениться Но в итоге Кирилл Владимирович Он пошел По морской Ой Господи Показываю это Все не его Ну в общем Короче понятно Вот его Кирилл Владимирович Пошел по морской части И он Соответственно Был на Петропавловске Когда тот Заходил в Порт-Артур И подорвался на мине Вы знаете Что там погиб Художник Верещагин Причем Кирилл Владимирович Пишет в своих воспоминаниях Что они в этот момент Стояли на мостике Вместе с Верещагиным Верещагин сказал Что Знаете Я был в стольких В стольких вообще Переделках И всегда выходил Сухим из воды И вот В этот раз Он буквально Сухим из воды Не вышел Макаров погиб Но Кирилл Владимирович Спасся 700 с чем-то человек Спаслось Только 80 Среди них Кирилл Владимирович Ну надо сказать Что конечно Это перерождение Определенное Да То есть Когда ты спасаешься В такой мясорубке После этого Он понял Что наверное У него какая-то Есть миссия Там сверху Я не знаю И решил все-таки Жениться на ней Выпросил отпуск Помчался в Европу И там Тайно В городке Рядом с Мухином С ней обвенчался По городу Шел стишок Что Погиб Петропавловск Макаров не сплыл Но спасся Зачем-то Царевич Кирилл Ну то есть Уже на самом деле Даже народная молва Называет его Царевичем Понимаете То есть Уже все Все понимают Подождите По очереди Она по рангу Получается Непонтециальная Императрица Она же разведенка И травмонка Тоже будет Очень хорошо Показано Мария Павловна Думала Что все решаемо Вас не смущает То что она Летеранка Соответственно А он таким Женился Ну и Николай Второй Все лишил Всех званий Содержания Запретил Въезд в Россию Один 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 И потом И потом И потом Он пишет Что уже При советской Власти Он как-то Встретил Кирилла Владимировича На улице Во Франции Сказал Как же Вы были Правы Игнатьев Тогда На завтраке В Царском Ну опять Таки Это Игнатьев Вот это Пишет Это наш Кирилл Владимирович Это он же Прекрасный Во всех отношениях Это Вот Виктория Мелита На которую Он запал Хочу напомнить Что Разведенный Ее муж Был братом Александра Федоровны То есть Как бы И тут Есть причина Теплого отношения Причем Я думаю Что Александра Федоровна Как раз знала Бахановскую версию Происходившего Да А дальнейшая Царская Как бы Линия Пошла Вот От этой Женщины Да Да Это императрица Виктория Мелита Ну мы Об этом Да Мы об этом Отдельно Поговорим Просто Иначе Мы сейчас Тут еще Начаться Зависим С вами Я так Сейчас По верхам Пробегусь Буквально Просто мне важно Мне важно Сейчас вам Один отрывок Показать Он Он как бы Закольцует То с чего я начал И он будет Отличным финалом Того чего я говорю Вот это уже Их семья Во Франции Вот видите Кирилл Владимирович Такой осунувшийся Такой обрюзглый Ну Потому что Все уже понял Дети его Вот собственно Единственный его сын Который кстати Родился в Финляндии Вот от него Идут Все Наши Прекрасные люди Значит Пишет Соответственно Палеолог После убийства Планы И более того Его двоюродные братья Вот Дмитрий Павлович Они прискакивали Кирилл Андреев И Андрей Владимирович Пришли к нему В его дворец На Невском проспекте Это не его дворец Это дворец Клязи Юсупова Имеется ввиду Дворец Баласевских Баласевских На углу Невского И Фонтанки Их туда сослали Под арест В жесткий арест Да Вот они там сидели С Юсуповым И Дмитрием Павловичем Вот они туда пришли Какой-то замечательный арест Приходит тебе Что значит довести до конца Вот Выше он объясняет Как это довести до конца Но Дмитрий Павлович Отказался от этого Так Это не надо Это следующая тема И С одной стороны Это предательство Николая Второго С другой стороны Вполне возможно Что самодержавие Было бы спасено Знаете Если бы до кобы В лесу росли грибы То Неужели я этот Слайд Ну-ка Интересно А это А нет Слушайте Я не нахожу этот слайд Но я потом вставлю его Значит Пишут о том Что Напряженные отношения С Владимиром Александровичем И вообще Его уход со всех постов Случился в 1905 году И вот Какова причина Как вы думаете Ну явно не расстрел Вот видите Да Вот эта причина Конец С 1905 года То что в январе Людей расстреляли По его Как бы Прямому приказанию Это вообще Не упоминается Это не важно То есть Как бы В результате этого Он свой пост не потерял Он его потерял Когда он сам Сказал Николаю Второму Что раз ты Лишил моего сына Всего То я ухожу Я ухожу в отставку Николай Второй Восьми Да скажи Да пожалуйста Вот туда И все И тогда Владимир Александрович Ушел со всех постов Именно И это считается Переломным моментом А не январь 1905 года Вот как вам такая Постановка вопроса Он их не подавил Он их только спровоцировал Потому что Есть замечательный Был потом манифест 1905 года Который в итоге Николай подписал С подачи другого Великого князя Николая Николаевича Младшего Который скакал Перед ним По воспоминанию Виза с револьвером И говорил Что если ты не подпишешь Я себе пулю в лоб пущу Да Поэтому Как бы На самом деле Как они думали Они понятно Что они думали Но как бы Я к тому Что для них Это проходной момент То есть Не это главное Вот Вот главная причина Отставки Владимира Александровича А не расстрел 1905 года А то что это была ошибка Тогда уже многие поняли На самом деле Сам Цаевск Скорее все понял И поэтому Он согласился Подписать этот манифест 1905 года Который был Написан Написан Ненавистным Им Сергеем Витте И надо сказать Что Витте конечно Торжествовал Когда он приехал туда И он Ну он такой был Парень наглый Он приехал Первый раз Сказал Как он это видит Ему сказали Вы подумайте Пожалуйста И привезите новый Проект Он подумал Привез тот же самый Сказал Вот я так вижу Ну и Николай Второй подписал Другое дело Исполнялся ли Этот манифест Ну или другое Ну какой был Главный результат Этого манифеста Вы помните Создание Государственной Думы Впервые В Российской империи Появился Орган Представительской Представительский орган В итоге Кирилл Владимирович На ней женился И потом Царь все таки Его простил И когда В 907 году Брат царя Михаил Завел интрижку А это же Вы понимаете Секрет Полишинеля Все же об этом знают В 908 году Мария Павловна Вдруг принимает Православие Агэгэй Такая вот Неожиданная Случайность А в 1912 году Михаил женится И получается Что Мария Павловна Теперь она Православная Теперь у нее Есть сын Сына Соответственно Николай Второй Простил Они приехали сюда Вместе с Викторией Мелитой Им дали Титул Значит Ей Детям Его восстановили Везде Ну а потом Началась уже Совершенно другая история Когда в 17-м году По одним сведениям Тот же самый Воейков Пишет Что он Был Командующим Гвардейским экипажем Это такое Морское подразделение Которое не служило Во флоте Оно служило В охране В царской Сейчас На месте его казарм Располагается Наш военно-морский музей В Петербурге Он переехал Со здания биржи Которая На 50-рублевую купюре Он переехал туда Он этот Морской Гвардейский экипаж Привел к зданию думы И присягнул Временному правительству И даже некоторые пишут Что у него там был Красный бант Он пишет Что никакого Красного банта не было Что это был орден Который многие Приняли за Красный бант Но в общем Хрен там знает Был там Красный бант Или нет Но то что Короче он привел Свой гардейский экипаж Это уже как бы Из песен слов Не выкинешь Ну и в общем Всю вот эту предысторию Вы видите Какая теплая Дружеская Атмосфера Была И я хочу сказать Что Если бы не 17-й год Если бы не Первая мировая война Это громкое заявление Что Николай II Был обречен Наверное нет Но то что он был В больших проблемах Именно из-за своих родственничков Это совершенный факт Потому что Тот же Масалов Пишет Что Владимир Николай II В конце дня Своего рабочего Иногда был выжат Как лимон Потому что Вот эти все дядья Его Просто вот Удлицетовали А мало того Что они дядья Потому что Александр III Александр III Вот как раз Сандро Сандро Пишет о том И даже приводит Все эти байки Про царь Ловит рыбу Европа Может подождать Про то Как он значит Убрать эту свинью Два четыре часа Это про министра Внутренних дел Дурного Когда он там С помощью перлюстрации Выяснило Что его любовница Спит с бразильским посланником Значит И эта история всплыла Ну в общем Короче Вот это все Приводит Что Александр III Такого все Да это характер И когда Александр III Умер Один из царедворцев Написался в дневнике Уже по английски Не по-французски Лип in the dark Прыжок в бездну Прыжок в пустоту Прыжок в пропасть Потому что все Прекрасно понимали Что Николай II Он ну вот Тюфяк Он был прекрасный человек Замечательный семьянин И не родительным Допустим Первым А там пятым Живем там себе Великим князем В каком-нибудь дворце И вот знали бы Мы о нем Только из Википедии Как я не знаю Вот как Ну вот примерно Как про этого парня Да То есть Ну жил-жил Любил жену Там нарожал детей Ну флаг в руки Там командовал Как-нибудь полком Там я не знаю И все Но вот угораздило Его стать И ему никто Не помогал в этом Вот в чем проблема Ему никто в этом Не помогал Искренне Все думали О каких-то своих интересах Да Все думали о том Чтобы сделать Вот своего сынка Да 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 И это только Про Марии Павловны Мы сейчас говорим Понимаете А ведь там еще было Там еще были Михайловичи Да Там еще был Николай Николаевич Замечательный дядечка Короче все хотели Порулить Да Все хотели Порулить И в итоге Вот когда Рулеж не задолстя Даже в армии Николай Второму Пришлось взять на себя Командование армии И он это сделал Не потому что Он нанил себя полководцем А потому что Ну просто Ну все уже Все предел Больше некого Вот этот не справляется Как бы все Кого? Назначить больше некого Вот себя назначил Ну и все И кранты А? Он же мог отказаться Нет Ну конечно он мог Отказаться от чего? От царствия Вот понимаете Это частый вопрос Который мне задают Мы не понимаем Мы совершенно не понимаем Вот мы с вами люди Современные Да Для нас все нормально Для нас нормально Вот футболки Вести Лекцию Или экскурсию Ну как для нас Для вас Для некоторых Это ненормально Да Но я имею Для вас Все таки в адеквате Да Царь был Помазанник божий Он воспринимал это Не как даже там Владимир Владимирович Путин Хотя мне кажется Сейчас у Владимира Владимировича Путина Уже немножечко Уже немножечко Начинает как бы К этому все Приближаться Потихоньку Но согласитесь Согласитесь Что каким бы Владимир Владимирович Путин Не был И что бы там не было Но яички у него присутствуют Да И он как бы Может сказать Определенному министру Что Дяденька Тебе туда Ну в принципе да Пусть хрен с ним Пусть мира точит Главное чтобы хоть какая-то стабильность была Да Тут сейчас Сейчас На самом деле Вы просто не знаете Кого назначили сейчас Премьером Это чувак Который победил безнал Да И дальше И дальше Все наши переводики Ребяточки Вот эти Павел Юрьевич А куда он там на карту скинуть За экскурсию Вот это все Ну и это и правильно Я считаю на самом деле Ну а как вы хотите Пойдите Пойдите вот в штатах Каких нибудь Вот так вот поживите Или в Европах Это не первая проблема Это не первая проблема Но надо 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 народишку Надо народишку Немножко Подзажать Если он исправит Росреестер Это ему Можно будет Значит ребята Давайте мы сейчас Не будем углубляться в это Я к тому что Царь Николай Второй Мыслил иначе Как он мыслил Мы никогда Не догадаемся До конца Потому что невозможно Но он как бы считал Это священной миссии Он считал Что если он от нее откажется Мир рухнет Он не очень Он не очень Он не очень быстро Отрекся На самом деле Он не очень Во первых Он отрекся Не с первого раза Да Не не нет Он не очень быстро И во вторых Если вы знаете Это замечательная история Про то как ему писали Генералы И он их всех спокойно Прочитывал Но сердце у него Ёкнуло Только когда ему Получил письмо От великого князя Николая Николаевича Младшего Вот тогда он сказал И этот тоже Вот это для него Был настоящий удар Когда его родной Дядечка Говорил ему Ники А потом Николай Николаевич Младший Тоже хотел стать Императором В Европе Но он считал Что поскольку У него было меньше Прав на престол Наследие Он считал Что выбирать Надо не по Линии наследовательной А по популярности По Как бы мы сейчас Сказали Медийному весу И в итоге Разделился По хорей По длине Там определенных Извилин Мозговых И в итоге Соответственно Разделился Клан Романовых На два фронта Фронт Николаевича И фронт Кирилловича Так что Вот так Ну ребята Понимаете Оно было Вот самая Самая большая проблема Наша Везде в стране То что Вот оно случилось Ну оно так вот Случилось Вот да У Советского Союза Все Закончился Российская империя Закончилась Это факт Можно сейчас Что угодно говорить Кто прав Кто не прав Этот предатель Этот не предатель Особенно сидя Вот в комфортном диване Да И мышкой хлопая По комментариям Это конечно Очень большое достижение В современности Но Все Оно произошло Вот оно вот такое Это не вернуть Ну не вернуть Романовых Не вернуть Советский Союз Не вернуть Все Один Куда ты там ездишь Постоянно В Китай В Китай В Китай Ты ездишь Да А хочешь не ездить Туда Никогда Больше Ни в Китай Ни вот Вот все Весь Весь Поганый Буржуазный Фейсбук Заполнен Да Вот этими Твоими Вы очень плохо Знаете Китай На самом деле Это тоже сейчас Такая тема Типа Вот коммуни А вот Китай Коммунизм Вот съезжайся Съезжай ты в этот Китай И посмотри А оно тебе надо Вот так Коммунизм И коммунизм Ли это Да Тут мы коммунисты А тут мы капиталисты Китайцы с уважением Относится к нашему Советному Легене Потому что Потому что Их так научили Да Дедушки Бабушки О молодом поколении Как и всем Людям Абсолютно Товарищ В Китае Ты гей Да Да Это все Абсолютно плевать Я работал с китайцами И прочь У нас Мы живем Очень большими Стереотипами Мифологемами Которых Нас сейчас кормят Как бы вот В интернете Очень большими пачками И я это замечаю Потому как Мне некоторые люди Годами пишут И скидывают Разные ссылки И я по этим ссылкам Понимаю Портрет этого персонажа Ну то есть Что у нас принимает Особенно я как журналист Потому что Я знаю Как можно сделать Так Чтобы Ну вот Эта информация Была подана Ну как сделать Николая Второго Либо вашим другом Либо вашим врагом Это же делается Вот на два счета Понимаете Я могу прочитать лекцию И Николай Второй Будет лучший вообще Правитель Эвер Необязательно в Леваде Ребята Я вот был в Александровневской лавре Там уже висят Две иконы Николая Второго А выходишь из Александровневской лавры Там мое кладбище И значит Где похоронены Например Красноармейцы И некоторые С еврейскими фамилиями И это такое вообще Ну в общем Короче Это мы уже сейчас начинаем Да Просто Я к тому Что Какобы Ну Стандартный Мой всегда вывод Действительность Она немножко сложнее Нам конечно хочется В силу наших предпочтений Думать Что там Не знаю Товарищ Сталин Был великий рулевой Или товарищ Сталин Был кровавый упырь Но действительность Она всегда Немного сложнее И тут Вот очень сложно Выключить Эмоции И включить Какой-то там Вот Разумный подход Потому что С людьми Очень сложно Оперировать Апеллировать К их разуму Люди Любят простые Схемы Да И соответственно Если я коммунист То я ненавижу капитализм Но я при этом Монетизирую За счет ютюба И за счет ютюба Я соответственно Собираю аудиторию И никого это не смущает Ну вот вам Вот вам Конкретный Типичный пример Это называется Диалектика На всякий случай И таких примеров Масса Во всей среде И в либеральной И в коммунистической И в такой И в сякой А большинству людей Вообще плевать Большинство людей Смотрят комедий клаб Ходят Кушают гамбургеры Ездят Заказывать себе Всякие штуки Там Яндекс еда И прочее И вообще И вот это Вот это И эти Не только эти И все эти Извините Абакумовы Троцкий Дзинский Минжинский Они тоже Не знаю Кто это Писатель Модернист Может быть Минжинский Я не знаю Там польский Еще кто Артхаусный Режиссер Кто-нибудь Еще Поэтому Да Значит Мы с вами Встречаемся В следующий раз 16 февраля У нас будет Примерная экскурсия По знаменке Там будет много И про древнюю Русь И про Ну про древнюю С меньшая Потому что Ну и церковь знамения Какого знамения И почему она там Ну там Есть дом РВС Который Соответственно Связан И с Троцким И с Жуковым И прочее Напротив Там значит Бюст Михаила Фрунзе Про который я Принцип уже рассказывал Но там будет дополнение Ну и всякие там Переулки И так далее А 22 февраля По-моему Ну и уточните В расписании Будет лекция Ники и Малечка Мы поговорим На эту тему Которая Слава Богу Отгрохалась Вместе с фильмом Но Поскольку Тема вечная Мы поговорим о нем И не столько Даже про их роман А сколько Вот про атмосферу В котором это все происходило Тоже про всяких Великих князей Вот про этого парня Поговорим Про Андрея Владимировича Ой Ну как-то Терпели Терпели Но скрипя сердцем Отходили Соответственно Если интересует И значит Вот мы едем в Вену Кстати надо решить Когда в конце октября В марте в Прагу В ноябре в Берлин В конце января Следующего года В Париж И в июне Еще у меня будет Двухдневный тур В Нижний Новгород Да Так что в общем Если вам что-то из этого Интересно Обращайтесь На этом все Ну предварительно все Может у вас есть Не знаю Какие-то вопросы Конечно Об этом сказано Например даже Википедии Да Но все равно Вот когда ты Я например Смотрел про него Два документальных Фильма Я читал про него Несколько Не книг А именно Таких очерков В основном Это вот Вот типичный пример Экскурсия В его дворце Просто странно Как-то страна Должна знать Своих героев Вместо этого Всю дорогу валит На Николая II А он Там исторически сложил Говорили что Ну по крайней мере Отечается Время Что Николай II Было в дворце И есть Какие Фотографии У у которой Расстрел Фотографировал Именно он Ну понимаете Друзья Мы вообще На самом деле Основная Лично моя Основная претензия К Советскому Союзу Их две Да Это первое Полный Полный Абсолютно Стопроцентно И второе Это то что Ну как бы Мне нагло врали В школе Ну то есть Как бы просто Не рассказывали Ряд фактов Фамилию Троцкий Я вообще не знал Да А оказывается Семнадцатый год И октябрь Всякое такое Это вообще-то Как бы Лев Давидович Троцкий Понимаете Да Вот И тогда Не то что я В этом люблю Я вообще его не люблю Но я к тому Что мне бы хотелось Знать Как это было На самом деле Поэтому Естественно Очень было удобно Вешать всех собак На Николая Второго Почему Потому что Это исходит Из традиции Дореволюционной Потому что Уже до революции Естественно Этот факт Он раскручивался На полный И конечно Выгоднее Не Владимира Александровича На Владимира Александровича Я забыл кстати сказать На него покушались На него покушались Неоднократно Хотели его убить Партия СССР Причем Это самая Боевая организация В главе с Савенковым И был там такой Бомбопроизводитель Швейцар Который Сначала Покатилов Это сделал В гостинице Большая Северная Напротив вокзала Взорвал себя На Карпускулы А потом Швейцар На Исаакиевской площади В гостинице Бристоль Он готовил бомбы Для убийства Владимира Александровича Было 24-летие Со дня убийства Александра Второго И они все должны были Приехать в Петропавловскую крепость И вот при выезде Они должны были Этого Владимира Александровича Грохнуть И швейцар Соответственно Благополучно Грохнул себя И Герасимов Пишет Что например Палец его был найден Там А это даже Это не только Герасимов Это же Набоков В своей книге Другие берега В своих воспоминаниях Пишет Что палец был найден В соседнем сквере Вот А почему его Именно жертвы Ну не только его Но потому что 905 год Да Кстати У Николая Второго Было много покушений Потенциальных Но ни одно Его хотели грохнуть И в Петергофе Там соответственно Григорович Такая девушка Это все готовила Его хотели грохнуть При Соответственно Принятии одного Броненосца Его хотели грохнуть Сделали даже Специальный летательный аппарат Такой инженер По фамилии Бухало Да Его проектировал Ну в фамилии Такая Чего Вот Чтобы он Прямо бомбы Скидывал И его должны Было застрелить Значит Левонтьева Во время Бала Она должна была Она была Фрейлиной Пристрелить Но у нее там Крышняк поехал И в итоге Она Ну я рассказывал об этом На одном из Европейских курортов В Швейцарии Застрелила Министр Дурного А на самом деле Отказался Простой Рантье французский Старичок на него похожий Ездил туда каждый год Лечиться И вот тебе пожалуйста Несколько пуль Да подлечился Да Не на Николая Второго Естественно Была масса покушений Но надо отдать должное Уже его охране И всему остальному Ни одно из этих покушений Не удалось Но плюс На тот момент Азев уже начал упорно стучать И как бы Это очень сильно помогало Дедя и племянники Никак не были Замешаны В покушениях На Николая Второго Нет 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 Ну вы знаете Чтобы мы не думали Про дедев и племянников Но конечно Никто из них Я думаю даже в мысли не держал Чтобы там убить его Все таки Я в это не верю Может быть Мария Павловна Где-нибудь там Тайна в душе В ночью Там Представляла Может она вернется На путь Да Но на самом деле Но на самом деле Они все таки были люди верующие Понимаете И как бы Одно дело с балеринами спать А другое дело смерти желать царю Ну слушайте Ну это Распутин Простой мужик Распутин Как бы А простой мужик это кто Это вот Шкаф Мебель Как бы Я не знаю Там Собачка Не ну вы не путайте Божий дар с яичницей Павел Первый Это другая история Другая эпоха И другие нравы И вообще Как бы Другая Другая атмосфера Там в принципе Еще и Англия В этом участвовал И так далее А здесь мы говорим Уже и при Павле Первом Императорская семья Состояла из кого Из раз-два И обчелся Ну какие там детки были У Павла Первого Ну Павла Первого Были детки Вот собственно Все-все-все-все Последующие романы Вот они от Павла Первого Но это было Вот Маленько Но детки Но детки были Соответственно У него Александр Константин Николай Михаил И дочери Дочери Да Три по-моему штуки Ну и еще один Там умер Молоденчество И знаменитый портрет Где он сидит И там По центру Вся семья По центру бюстик Такой маленький С умершим ребенком И вот все Последующие романы Они от Павла Первого Но я говорил об этом Во время одной из своих лекций Что вот от него Нет Павел Первый Это совершенно Из другой среды А здесь мы имеем ввиду При Павле Первом Невозможно было Чтобы какой-нибудь мужик С Терентьев Взял топор И пошел бы Павла Первого Убивать Понимаете А с Александром Вторым По факту Так оно и случилось Простые студенты Бабу-метальщики Причем убил ты его Такий поляк Гренивицкий Хотя один Один из моих Подписантов Мне написал Что он даже был Не поляк А литвин Если там уж глубоко копать То есть там уже Вот Ну короче Нехрест Нерусская Гренивицкий Игнатий Гренивицкий По ктичке котик Но помимо него Там были такие замечательные люди Как Тимофеев Рысаков Ну поэтому Ну и я уж молчу Про Перовскую Были воспоминания Царской семьи Где Описывалась Вся эта ситуация Было впечатление Что просто на них охота идет На кого? На всю царскую семью Ну да Они так себя чувствовали Как загнанные Писала императрица Что когда Соловьев на него покушался Не попал ни разу Что он бежал Как затравленный заяц Это ее там слова То есть ну а что делать Или это Долгорукова писала Ну они тоже молодцы Долгое время там У них охрана такая была Ну короче это все понятно Что они молодцы Те молодцы Те не молодцы Да они молодцы Ну так это не только они молодцы Вообще в принципе не принято было Опять таки Вот это контекст времени Понимаете Это для нас непонятно А для людей того времени понятно Никому в голову не придет на царя покушаться Ну не придет никому в голову Николай Первый гулял спокойно по своему городу Один Из дворца Из дворца Вот в Мариинский дворе Своей старшей доченьки Там с внуками поиграться Он очень это дело любил Все это было абсолютно нормальное дело Я всегда говорю Представляете Там вы на дворцу Вы приходите И там Путин с собачкой такой Проходит Здравствуйте Владимир Владимирович Добрый день Отлично Можно соуси Его сын уже восемь покушений Ну да Его сын отпустил вожжи То есть как это А правильно ли это было А вот риторический вопрос Это всегда Вы никогда не ответите на этот вопрос Это вечно проблема Что делать Мочить или отпущать Или не пущать Понимаете Вот всегда Вот вы начнете как бы мочить Начинаешь понимать эту царскую семью Которая там как бы Не очень любила Ники Потому что если на тебя Не Начнешь понимать не царскую семью Начнешь понимать большевиков Которые просто априори Выбрали вот этот путь Они знали к чему это все приводят Поэтому они решили не миндальничать Сказать мочить Все Ну то есть как бы Мы хотим Нет мочить К чему это в итоге привело Чем закончилась наша страна Ну погодите Не-не-не-не-не Вот это сейчас начнется там Погодите Давайте Ну по факту закончилась страна Потому что Нет не потому что Они решили не мочить Нет На самом деле А то есть Перестали мочить Нет То есть поэтому Просто период Советского Союза Он совершенно Невозможно его рассматривать Как единый Одинаковый период Он совершенно Не-не-не-не Совершенно разный Я всегда говорю про системный подход Понимаете Возьмите Соединенные Штаты Америки Сколько страна живет Какие президенты там ни были Черные, красные Такие-сякие Скоро гей будет Я думаю Ой, это еще 50 лет там говорилось У нас в Советском Союзе Говорят, сейчас мы посмотрим Как у них там вот эта ситуация произойдет Вот у них эта ситуация Длится, длится И только все мои приятели туда уезжают Да, они же загнивают Вот так У них там все Одни пидоры там И прочее, прочее А только вот понимаете Все почему туда едут Ну а там это точно замочили А второго тут призывают Да, замочили, призывают Но тем не менее Система работает без президента Понимаете Вот в чем проблема Да, там все устроено так Все устроено Очень на хитрых балансах Все устроено так Что система Она сама себя работает А у нас вот Ельцин как бы был Не сработало с Клинтоншем А вот В смысле не сработало Все прекрасно сработало Они очень хотели Чтобы Клинтоншем стало А, нет Кто они Система Какая Какая Вот так это Какая элита Не путать Как бы Ребята, вы Мы сейчас говорим про РЕН-ТВ А не про Америку Мне кажется Вот ей Бога Вы съездите туда В Америку И посмотрите Что такое Когда мне начинают Рассказать про какую-то систему Вы съездите туда Вы приедете В любой город У нас тоже живут друзья там Поэтому Не надо друзей Не надо друзей Сами туда съездите И посмотрите Туристическая повестка Не дает ничего Чтобы там стоять Сами говорим Хорошо, ладно Тогда смотрите телевизор Все, ребята